Православные продолжают отмечать один из самых великих христианских праздников – Святую Пасху. Эта неделя имеет свое название – Светлая Седмица. Что происходит в эти дни в храмах и церквях, и что можно и даже нужно делать в это время людям в завершении выпуска. Светлая Седмица – время особенной радости, радости от празднования Великой Пасхи. В эти дни царские врата в храмах и церквях остаются открытыми, как символ того, что православным открывается светлый небесный мир. Каждый день в храме совершается пасхальное богослужение и крестный ход вокруг храма. И в течение всей Седмицы мы прославляем воскресшего Христа. То есть Седмица, она как один день Пасхи становится. Сегодня в храм Архангела и Михаила пришли ученики православной гимназии – помолиться и позвонить в колокола. Ведь светлую Седмицу называют еще и звонильной. Только раз в году, в первую неделю после Пасхи, подняться на колокольню может любой желающий. Кстати, в самом учебном заведении в эти дни тоже все по-праздничному. Все в гимназии. И учителям, и друг другу дети не говорят «Здравствуйте». Все говорят «Христос воскресе» и отвечают «Воистину воскресе». Вместо утренней молитвы читаются часы Святой Пасхи. Даже не читаются, а поются. Поскольку у нас каждый второй ребенок – это хорист, да и просто музыкально одаренный ребенок. Поэтому все поют. И это чувствуется в одежде даже. Все в белом, в красном, в светлом, в таком радостном. В трапезной ощущается, потому что везде крашеные яйца, куличи, конфеты, варенье. Там все то, чего были дети как бы, ну, лишены, можно сказать, во время поста. Восьмиклассник Саша Алан-Дарев признается, Великий пост предшествующей Пасхи дался ему непросто. «Перед Пасхой, ну, мы постимся и, в общем, готовимся очень сильно, молимся каждый день. Ну, в это время иногда были искушения, но иногда не удавалось, если честно, если правду говорить». «А какие, например, очень хотелось мяса, ну, и получалось, что вот мясо ели иногда». Подниматься на колокольню можно каждый день до пяти часов вечера. Правда, если хотите это сделать, надо поторопиться. Последний день в этом году – пятница, 10 мая. «После того, как я прозвонила, уже не страшно. Я думаю, что даже хочу стать звонарем, потому что это очень серьезно, потому что тут очень радостно». Издавна на Руси считалось, что колокольный звон способен исцелять и тело, и душу. Есть и высказывания. Храм – это молитва в камне, икона – это молитва в красках, а колокол – молитва в музыке. И пусть ваша молитва в музыке не получится такой желадной, как у звонаря. Это не главное. Главное, что вы от души на всю округу возвестите благую весть о том, что Христос воскрес. Ольга Попова, Александр Иванов. Новости нашего города.